Привет, ребята! С вами Даша. Вот мы наконец-то и добрались до итогов, до книжных итогов года. И я сначала, наверное, все-таки хочу обобщить. 2021 год в книжном эквиваленте был для меня, ну, очень хорошим. И тут я, наверное, благодарна все-таки своему темпу жизни, просто потому что мне нельзя выбрать что-то неприкольное из-за того, что времени на чтение, ну, очень мало. А если времени мало, то оно, естественно, сразу подскакивает в цене. Так что я намеренно выбирала лучших из лучших. Здесь у меня не будет каких-то номинаций, я просто выделяю самые знаковые книги и проговорю, за что именно я их выделяю среди всех остальных. Ну и, конечно же, я жду ваши итоги в комментариях. Напишите, какая книга вас поразила, вдохновила. Может быть, у вас будет настроение прописать не только книжные итоги года, но и антиитоги. Это тоже все очень интересно, я все обязательно прочитаю, на все отвечу. Со мной в этом году случилось два цикла, которые просто в самое сердечко. Во-первых, я познакомилась с Робин Хобб, ну, правда, не с самым ее первым циклом по порядку. Я читала у нее сагу о живых кораблях. Вот она у меня здесь в качестве декорации так лежит. Все остальные книги я вам буду показывать просто в подсъемке. Опыт прошлых книжных покупок, которые я вам показывала здесь на диване, говорит о том, что я не самый физически сильный человек. Я просто-напросто устала и задолбала здесь все это вокруг себя раскладывать. Так что впредь я буду обходиться, пожалуй, под съемками. Возвращаемся к Робин Хобб и ее саге о живых кораблях. Наверное, я со всей ответственностью могу сказать, что эта книга подарила мне самые сильные переживания за героев и за сюжет. В принципе, за целый год. И после прочтения, после финала у меня было очень странное ощущение, когда сразу хочется и бежать, садиться перед камеру и начать говорить вам вот обо всем, что на меня свалилось. Или, например, звонить друзьям и говорить, «Ребята, я сейчас такое прочитала, послушайте, пожалуйста, меня в полчаса и не перепевайте». А с другой стороны, мне просто хотелось сидеть и молча смотреть в стену. И это, конечно же, касается больше психологической стороны книги, потому что ты наблюдаешь за персонажами, переживаешь на самом деле не только за светлую сторону, но и за темную, потому что у зла там есть исходная точка, и когда ты ее видишь, когда ты ее понимаешь, то тебе тоже больно. Также меня поразило, удивило и восхитило то, как Робин Хобб устроила свой мир. Я его изучала, получается, все три книги, и вы его будете изучать все три книги. И учитывая то, что ее циклы связаны друг с другом, это по большому счету одна вселенная, то я прям представляю, сколько мне еще придется узнать про мироустройство, что Робин Хобб вложила в первый цикл, во второй, в третий. Это так интересно, и хочется, конечно, побыстрее начать уже читать другие ее циклы. Также я начинаю понимать тех людей, которые говорят, что перед прочтением следующего цикла нужно немножечко так собраться, взять волю в кулак и нырнуть в эту историю. Ребята, я вас прям понимаю. Я уже проговаривала это где-то раньше, и проговорю еще раз, что Робин Хобб не щадит ни себя, наверное, как автора, ни читателя, ни своих персонажей. Там достается всем. Если вы собираетесь продолжать, если вы настраиваетесь на то, чтобы продолжать знакомиться с ее циклами, прикупите себе заранее ромашкового чая. Я себе, наверное, куплю и ромашковый, и лавандовый, и, может быть, даже валерьянки. Вот здесь, в этом видео, я рассказывала про цикл о живых кораблях более подробно. Повторяться уже не буду. Так что, да, Робин Хобб — это главная книга года, если смотреть на психологизм. За ее умение резать по-живому, за ее умение присыпать потом это солью и перцем. И, ребята, самое великолепное, наверное, это то, что она знает, что читатель придет и будет просить еще. Потрясающий автор, потрясающий писатель. Всем искренне советую и очень рада, что она со мной в этом году случилась. Во-вторых, во-вторых, я прочитала, наконец-таки, Брэндона Сандерсона, и его первый цикл в моей истории — это «Рожденный туманом». И Брэндон Сандерсон — это такой демиуржище. Он, конечно, не сшивает тебя с персонажами настолько близко, как это делает Робин Хобб. Из-за того, что у тебя не будет такой душевной близости с персонажем, тебе, скорее всего, не будет больно, но зато тебя может тоненьким слоем размазать только о масштабе происходящего. У меня пару раз за цикл челюсть буквально падала на книгу, потому что ты, блин, серьезная. Я не знаю, с чем сравнить. Наверное, это похоже на то, что тебе звонят, просят выйти во двор, «Приди, пожалуйста, помоги», и ты думаешь, сейчас ты пойдешь и поможешь подтолкнуть машину, которая, не знаю, застряла в снегу. А на деле, получается, ты выходишь во двор, а там на парковку упал авианосец. И вот, пожалуйста, выкручивайся. Вот как-то так у Сандерсона выглядят ожидания и реальность. Мне очень понравилась система магии у Сандерсона, потому что там, на самом деле, все логично, и натурально можно садиться с листочком и выписывать все, что ты знаешь, пытаться разгадать загадку, пытаться разобраться вот в этой неизвестной части уравнения. Очень здорово, очень люблю такие штуки. Это, конечно, не для ленивых, но если вас заинтересовало, и если вы захотите копнуть глубже, то это будет интересно. Очень классная проработка каких-то даже клишированных моментов у Сандерсона, потому что они там есть, но ты их читаешь, ты от них не отмахиваешься, как будто, знаете, надоело уже вот это читать, их читаешь тоже с интересом. И когда ты прочитал кучу книг, где все это уже встречалось, ну и действительно оно приелось, вот работа Сандерсона на этом фоне начинает очень цениться. Вот тут можно послушать про Сандерсона, про все его фишки, рожденного туманом, все, что он там выписал хорошего и крутого. Ну а так, да, здесь Сандерсон за масштабность, за загадочность и за зрелищность, в конце концов. Книга, про которую я чуть не забыла рассказать на канале, и если бы я забыла это сделать, это была бы чудовищная ошибка. Это Бром и его похититель детей. И Крампуса и похитителя детей, про которого я сейчас буду рассказывать. Я все это брала в библиотеке нашей, но эти книги настолько мне понравились, что я, пожалуй, начну собирать их и себе на полку. Похититель детей — это еще раз про сложное и психологичное. Но на этот раз психология живого, я намеренно сейчас так говорю, живого, не человеческого, а в принципе живого, здесь сводится чуть ли не к архетипам. И по итогу мы здесь можем понять, что между чем-то таким древним и чем-то совершенно привычным, чем-то современным, не такая уж и большая разница. Бром здесь опять же берет известных персонажей, известные сюжеты и пишет свою сказку на новый лад. Здесь перед нами всем известный Питер Пен, здесь мы также встретим и Капитана Крюка, и различный другой знакомый нам народец, но при всей известности персонажей, при всей знакомости сюжетов, это совершенно новая, уникальная история. И Бром у меня в итогах за вот эту болезненность, за красочность, и за то, что он так смело играется с сюжетными переработками. Про похитителя рассказывала вот здесь, всем советую это видео, не только из-за похитителя детей, но и из-за других на самом деле книг. А дальше рок-н-ролл этого года, рок-н-ролл моей души, Николас Инс и его Короли Жути. С этой книгой случилась абсолютная любовь, и во время прочтения, и во время вот этого анализа, когда ты и читаешь, и начинаешь выкапывать у себя из головы, про что тут написано. И на момент написания сценария, и на момент, когда я поняла, что книга выходит за рамки книги, и когда я уже ловила какой-то фидбэк по видео и по книге, это все, это какой-то огонь, ребята. И тут, пользуясь случаем, передаю привет Алексу Ниццу и его саундтрекам. Ребята, я вас всех направляю вот в этот инстаграм. Сходите, посмотрите. Всем, кто любит тяжелый рок, всем, кто любит гитарные запилы, очень советую. Это мой рекомендасьон, как говорит Птушкин. Николас Инс прошелся просто по всем признакам современности, с такой легкостью, с таким юмором, но и при этом с такой деликатностью, что я готова вот стоять и аплодировать. При всей юмористичности и легкости книги он говорит там действительно про важные вещи. Про расовую сегрегацию, про толерантность, разного рода толерантность, про отношения между друзьями, про отношения между близкими родственниками, про очень тяжелую потерю, про работу над ошибками, про чувство вины. И единственное, чего я не понимаю, как на эту книгу можно вообще написать негативный отзыв. Про королей жути я говорила подробно вот здесь, но и вдогонку рекомендую посмотреть вот этот влог, потому что здесь я находилась в процессе чтения, и тут можно выцепить самые свежие мои эмоции по поводу прочитанного. У меня такая шикарная идея появилась, но, наверное, уже не в этот год, а в следующий. Если вдруг у меня будет какой-нибудь костюм на Новый год, пусть это будет костюм Аркандия Муга. Точно. Ребят, если вы понимаете всю умилительную кринжовость этого костюма, присылайте мне бородатого чувачка в виде смайлика в комментарии. У меня остались две последние книги в этих итогах, и обе эти книги детские, ну или относительно детские. Но я уверена, что взрослым там тоже есть над чем подумать, и взрослые тоже могут от них получить огромное удовольствие. Во-первых, это страшные сказки дядюшки Монтегю. Их написал Крис Присли, и это что-то невероятное. Я не очень люблю мистику, скорее, я ее очень не люблю, потому что мне после этого не очень хорошо спится, у меня начинает в голове моя фантазия бежать куда-то впереди планеты всей, и я такого себе могу сверху напридумывать, что лучше вообще и не начинать такое читать. Но сказки дядюшки Монтегю — это мой сорт вот этой мистичности, потому что она здесь такая лайтовенькая, но при этом не глупая. Она не примитивная ни разу. И знаете, за счет того, что некоторые истории дядюшки Монтегю заканчиваются каким-то открытым таким финалом или какой-то недосказанностью, то твоя фантазия, если и бежит впереди тебя, то она не начинает тебя придавливать страхом. Наоборот, она какие-то кульбиты выделывает, немножко Нолановские. Я сейчас про режиссера Кристофера Нолана, и если вы знакомы с его кинематографом и его любовью к каким-то временным петлям, к каким-то рекурсиям, вот про это ты начинаешь думать. Эту книжку «Как о похитителя детей» я читала в электронном варианте, но я уверена, что буду покупать ее себе на полку, потому что, мне кажется, это идеальное чтиво на Хэллоуин. Даже если ты уже знаком и наизусть знаешь все истории, все равно будет интересно к ним вернуться. Это как что-то классическое, как какой-нибудь Тим Бёртон под Хэллоуин, которого ты пересматриваешь уже в тысячный раз, но все равно тебе интересно, ты любишь этих персонажей, ты любишь эти истории. Про дядюшку Монтегю рассказывала вот тут. Пусть Крис Присли присутствует в итогах года за свою атмосферность. Ну и что, последняя книжечка у меня осталась, и, конечно же, это Джоан Роулинг и ее рождественский поросенок. Книга, которая под конец года вытрепала мне душу, как будто мне всего остального, блин, было недостаточно, вот серьезно. Мне кажется, это такие разные реакции, когда это будет читать ребенок, и когда это читает его родитель. Родителя после этой книги, по крайней мере, такого родителя, как я, можно выжимать, как мокрое полотенце. Объемы вот этой моей слезно-сопливой жидкости от рождественского поросенка можно сравнить разве что с объемами от Робин Хоп и ее саги о живых кораблях. Спасибо, Роулинг, за нож в сердце. Про рождественского поросенка я еще не успела рассказать, буду рассказывать уже в 22-м году в рубрике прочитанное. И я так думаю, чтобы не сидеть перед камерой, просто с платочком вытирая слезы, мне придется написать прям дословный сценарий и читать чуть ли не по бумажке. Если я успеваю еще вам посоветовать прикупить в этом году рождественского поросенка, если вы знаете, чем сильна проза Миттерлинка и его «Синяя птица», если вы любите девочку с отпичками Ганса Христиана Андерсона и мальчика у Христа на елке нашего Достоевского, если вы понимаете, в чем сила этих произведений, вот «Рождественский поросенок» будет вам в кассу. Там совершенно про другое, но какими-то ценностями эти книги, эти истории, конечно же, пересекаются. Ну что, ребят, вот такими выдались книжные итоги моего 2021 года. Я считаю, что в моем случае это очень классно, когда я читаю мало, но все это настолько классно. Мне на самом деле приходилось немножечко с такими весами моральными сидеть, что включить в итоге, а что не включить в итоге года. Потому что если открыть любое мое видео о прочитанном или какой-нибудь даже деревенский влог, кажется, что я постоянно находилась в каком-то экзальтированном восторге. Я бы, наверное, даже Джордана с его «Колесом времени» сюда включила книжные итоги, но просто потому, что я еще не дочитала его первый том, это, конечно, книжный долгострой, я все понимаю, вот поэтому он у меня сегодня и не в списке. А так, это, конечно, мастодонтищик. Я такой восторженный мандраж от того, что я влезла в эту историю. Мам, не горюй. Ну и что, ребят, буду на этом закругляться. Жду вас всех в комментариях. Пишите свои книжные итоги и антиитоги, какие книги на вас произвели впечатление. Ну и я с вами буду прощаться до следующего видео. Всем хороших книг, приятного чтения. Всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Я вам желаю интересных и эмоциональных историй. С вами была Даша. Пока-пока.